Слава нашему Господу, что мы имеем сегодня возможность быть вместе, прославлять имя Господа. И перед началом, перед молитвой, я прочитаю несколько стихов из Слова Божия. Это записано Исаии, 55 глава, 1 стих. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нету серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы. Вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, и душа ваша насладится туком. Слава нашему Господу. Здесь есть Божие обетования и Божие определения. И Слово Божие говорит жаждущие. Жаждущие имеют привилегию, они имеют от Господа, они имеют право что-то получить, то, что больше, чем мы можем приобрести за серебро или за плату. Потому что то, что мы можем приобрести своими усилиями, оно быстро проходит, оно меняется, оно становится ненужным. Но то, что дается Богом, оно вечно, оно ведет нас в Царство Небесное. Оно дает нам позицию другую. И Слово Божие говорит жаждущие. Если нету жажды, мы лишаемся этих привилегий. Если нету жажды, мы не можем взять тот, что дается даром, тот, что дает небо, тот, что дает вечность. У нас его просто не встает, потому что у нас нету жажды. И как-то возникает вопрос, а где взять жажду, ненаигранную жажду? Потому что если мы ее наиграем, мы не получим. Мы не войдем туда, мы не войдем в этот поток. Если мы ее сделаем искусственной, эту жажду мы не получим тот, что дает Бог, тот, что дается жаждущему. И мы снова остаемся в стороне. И мы снова остаемся где-то не там, где нужно. Мы снова не получаем тот, что дано без серебра, тот, что дано без сплаты, тот, что дано Богом для вечности. Мы снова его не получаем. Поэтому Слово Божие говорит жаждущие. Братья и сестры, где мы получаем? Откуда нам взять эту жажду? И когда я размышлял, и я понял, что самая настоящая и большая жажда приходит. Знаете, когда у нас нету жажды, говори, не говори, пей воду. А если ее не хочется, мы и не пьем. А если мы хотим, нам говорить не надо, мы будем искать. Мы будем брать эту бутылочку с собой. Мы знаем, что нам нужно будет пить. Точно так и с Господом, точно так и в жажде нашей, жажда Господа, когда мы читаем Его Слово, когда наступает день, когда наступает новое утро, и мы знаем, что нам нужно будет пить. И мы берем Слово, и приходит жажда от Слова. Слово приходит, Слово Божье говорит, вера от слышания. В слышание от Слова Божья приходит вера, наполняется сердце верой, и приходит жажда быть в Его присутствии. Пусть Бог сегодня нас благословит в этом служении. Даст нам Божью, даст нам искреннюю, ненаигранную жажду по Боге. Жажда напиться, напитаться Его Словом, Его Благодатью, Духом Святым. Давайте встанем и поклонимся Ему. Господь, мы благодарны Тебе. Отец, мы благодарны Тебе, что Ты даешь жаждущему. Господи, Ты заливаешь потоки Своим на жаждущие сердца, Отец. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 Аллилуйя. И в это утро, Дух Святой, Твоя благодать, она действует, она действует над жаждущими сердцами. Твоя благодать, она наполняет жаждущие сердца. Аллилуйя, 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 Господь. Дай нам эту жажду, дай нам жажду напиться, дай нам жажду напитаться, дай нам жажду наполниться Твоей благодатью, Господь. через прославление, через Слово Твоем. Господи, наполни нас верой, Отец, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса Господь. Мы хотим получать даром, мы хотим получать то, что мы не заслужили. Это Твою благодать, это Твою силу, это Твою победу. Господи, дай нам жаждать во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть церковь Твоя наполнится благодатью Пусть придет большая жажда Жажда присутствия благодати Твоей В служениях, в жизни нашей Господь, в молитвах наших Пусть изменяются наши молитвы, Отец Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой Мы просим, Дух Святой Излей, излей Твою благодать Излей, пошли в силу Твою Пошли в силу Твою, Господи Через жажду народа Твоего Господи, дай нам не останавливаться на достигнутом Господи, но Ты еще больше Желаешь изливать через жаждущие сердца И на этом месте, и в служениях, и в собраниях И, Отец, присутствует Твоего народа Я прошу Тебя во имя Иисуса Во имя Иисуса, во имя Иисуса Господь Чтобы наши сердца не были молчаливыми пред Тобою Но дай жажду в молитвах, дай стремление, Господи Стремление получать Твое присутствие Твое прикосновение, Отец Во имя Иисуса, во имя Иисуса благослови каждого Отец, во имя Твое просим, Аллилуйя Пусть благодать Твоя управляет нами Управляет этим служением Управляет Господь нашим разумом Нашими сердцами Веди нас к источникам Веди нас, Господи, чтобы нам напиться Напитаться Господи, Аллилуйя Укрепляй нашу веру Дух Святой Мы нуждаемся в Тебе Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой Аллилуйя Великий Бог, когда на мир смотрю я На все, что Ты создал рукой дворца На всех существ, кого свой свет дару я Векаешь Ты любовью Отца Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Когда весной природа расцветает И слышу тань и рощи соловья И аромат долины грудь дыхает И слух восстает, звук и шум ручья Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Когда я вижу ли Христа смиренный Кто людям в мире, это был рабом Как на Христе он умер, Царь Вселенной И нам прощение приобрет Христа Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Когда Господь меня сам призывает И светит луч сияния Его Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Тогда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Когда поет мой друг Господь Тебе Как Ты вели, как Ты вели Как Ты вели, как Ты вели Как Ты вели, как Ты вели Слава Тебе, наш Господь Слава Тебе, наш Бог Мы благословляем Твое имя Мы превозносим Тебе, наш Иисус Мы благодарим Тебя за Твою защиту За Твой покров, Господь Что в тени крыльях Твоих покоимся мы, наш Бог И мы приходим в Твое присутствие Мы хотим поклоняться, мы хотим возвеличить Твое имя Прославляй Тебя, Бога нашего За все Тебе слава За все Тебе хвала, наш Иисус Будь превознесен в этом служении, Господь Будь воскресен в этом служении, Господь Будь воскресен в Бог, а любовь И Господь, Господь, Господь Иду в Твое присутствие Песни петь Тебе Без сквалы и славы За все дела, что сделал мне Ты дал мне радость жизни Жизнь любить Собой Тебе пою я песни Я люблю Тебя, я Твой Ты отец всего Твоей Я воскресший Божий Сын И Ты восставший среди нас И Твой гроб пустой сейчас Свой народ освободил В свободе путь открыл Я с Тобой живу Каждую ночь и каждый день Иду в Твое присутствие Песни петь Тебе Без сквалы и славы За все дела, что сделал мне Ты дал мне радость жизни Жизнь любить Собой Тебе пою я песни Я люблю Тебя, я Твой Ты отец всего Твоей Я воскресший Божий Сын И Ты восставший среди нас И Твой гроб пустой сейчас Свой народ освободил В свободе путь открыл Я с Тобой живу Каждую ночь и каждый день Ты отец всего Твоей Ты отец всего Твоей Я воскресший Божий Сын И Ты восставший среди нас И Твой гроб пустой сейчас Свой народ освободил В свободе путь открыл Я с Тобой живу Каждую ночь и каждый день Иду в Твое присутствие Песни петь Тебе Без сквалы и славы За все дела, что сделал мне Ты дал мне радость жизни Жизнь в любви с Тобой Тебе пою я песни Я люблю тебя Я Твой Дорогой Господь, мы благодарны Господи быть в Твое присутствии В Твоем присутствии, Господь Слава Тебе за радость жизни, Господь За близость с Тобой, Господь За то, что Ты ведешь нас По-своему пути, Господь Направляя наши стези к Тебе, Господь Тебе за все слава, Тебе честь Хвала и благо, Господь Будь благо славен и прославен Будь благо слава, Тебе 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 собою а правдам ты иди вон и 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 а а и а и милостили плотно а а а а а ты свою любовь на на рисовшие сердца милостили плотно а а а а ты слил свою любовь на рисовшие сердца ты вели всемогущий наш Господь совершен дел свои и совершен дел свои как ты вели всемогущий наш Господь совершен дел свои совершен дел дел свои с и и и и и на и и и на не и и и и и Лишь Тебе находим покой наш, и навеки вотворимся, мы в обителях Твоих. О, Ты вели, всемогущий наш Господь, совершит делах Свои, совершит делах Свои. О, Ты вели, всемогущий наш Господь, совершит делах Свои, совершит делах Свои. О, Ты вели, всемогущий наш Господь, совершит делах Свои, совершит делах Свои. О, Ты вели, всемогущий наш Господь, совершит делах Свои, совершит делах Свои. Дорогая церковь, мы сегодня стоим перед великим всемогущим Богом. И это очень правильно, и это очень ценно, находиться в Его присутствии, благодарить Его Святое Имя, потому что Он достоин всей славы. И я сегодня хочу призвать вас, давайте возблагодарим нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, который умер за нас на Голговском кресте, который пролил свою святую драгоценную кровь, который сроднил нас Своей любовью, назвал нас сыновьями и дочерями. Слава Тебе! Слава Тебе, Отец Небесный! Слава Тебе за это прекрасное утро, которое Ты подарил народу Своему, который стоит пред величием имени Твоего Святого, и возвеличивает Тебя, и прославляет Тебя, Бога, Спасителя нашего. Господь дорогой, излей Твои потоки благословения сегодня, на жаждущие сердца Господь, наполни нас Духом Святым, Господь, чтобы сердце наше радовалось и уста наши благодарили Тебя. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, мы поклоняемся Тебе, Господь, мы радуемся в Твоем Святом имени, Господь. Ты наш Господь и Ты наш пастырь, и мы ни в чем не нуждаемся, как только в Твоей благодати и Твоей любви. Господь дорогой, поэтому прими благодарение сегодня, прими славу Господь всю, потому что Ты, Господь, есть Бог наш. Мы благословляем сегодня, Господи, наших деток, которые учатся в воскресной школе. Господи, пусть Твое благословение небо сейчас посетит это место, посетит каждого, Господи, там ребенка, Господь, и пусть Твоя рука благодати будет над ними. А за все мы благодарны Тебе, наш Господь, и мы прославляем Тебя, великого, вечного и святого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Слава нашему Господу, братья и сестры. Он велик, и Он любит нас. И написано так, что Он возлюбил нас любовью какую? Вечную. И не только возлюбил, Он написано, что еще простер к нам свое благоволение, и мы еще сегодня дети Его. Вы знаете, друзья дорогие, это очень блаженным быть детем Божьим, искупленным, омытым кровью святою. Некогда написано, мы были чужие, далекие, а сегодня мы самые близкие и родные. Богу великому, как мы поем, и святому. Слава Господу! Место священного Писания, которое я хотел бы сегодня поделиться, записано в Евангелии от Луки, в 8 главе, 40 стиха и ниже. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и пал к ногам Иисуса, просил Его войти в Нему в дом, потому что у Него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдающая кровотечением двенадцать лет, которая издержав на врачей все имение, ни одним не смогла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды Его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко Мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с Ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко Мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит Ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус услышал это, сказал Ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Иоанна Якова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но Он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и взял ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее, Он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. И еще одно место в Писании, записанное в Исаии, в 41 главе, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя, десницу и правды моей». И 13 стих говорит так, «Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Слава нашему Господу, братья и сестры, благодарю вас за внимание. Я очень долго читал, но я хотел бы, чтобы вы могли проникнуться в эту историю, которую я вам прочитал. Небольшая тема моя будет называться так, «Не бойся». Мы живем с вами в мире, где очень трудно не бояться. И я думаю так, что среди всех нас, сидящих в этом зале, есть очень много людей, которые боятся. Каждый боится, ну, по какой-то разной причине. Стало много плохих людей, вооруженных, и люди боятся их. И это правильно, наверное. Вы знаете, я тоже боюсь. Вот на меня тоже находит страх. Однажды меня остановил полицейский, и я очень испугался, я боялся. Я боялся его не потому, что он плохой человек, а боялся, наверное, потому, что он мне сделать, может, плохо. И вы знаете эти последствия, и я боялся. Но он был, оказался, добрый человек, и он простил меня. Ох, как я был благодарен, братья и сестры. Не бойся. Люди боятся, что же будет дальше, как мы будем жить дальше. Пришел новый президент, и люди думают, ну все, жизнь станет хуже или лучше. Но Господь говорит, не бойся. Я читал, там написано, ибо я с тобою. Вы знаете, друзья дорогие, христианин не должен бояться, или должен бояться. Библия говорит, бойся в одном месте, да? А кого надо бояться? Господа бойся. Вот. Для того, чтобы не грешить, надо бояться Господа. А вот это все в мире, что люди боятся, в чем люди тревожатся, это надо положить в руки Господни, потому что Он заботится о нас, и Он ведет нас к себе. Однажды произошла такая история, и Иисус пришел в селение, и вот навстречу Ему пришел человек, довольно знатный человек, которого многие уважали, некоторые побаивались, наверное. Но пришло такое время, что у этого человека была единственная дочь, и вот эта дочь заболела. И вы знаете, друзья, дорогие, эта дочь с каждой минутой, с каждой секундой, наверное, она тлела на глазах людей. И, видно, мама этой дочери сказала мужа, иди, найди Иисуса, потому что она слышала много о Господе. И начальник синагоги написано, вышел навстречу Иисусу и рассказал Ему свою нужду. И Иисус как бы выслушал эту нужду. Он сказал, следуй за Мною, и они отправились в это селение, или в эту местность, это место, где находилась эта дочь. И вот эта толпа людей, группа людей, которая следовала за Господом, они проходят по дороге, наверное, и вдруг, откуда ни возьмись, появился новый персонаж, женщина, которая страдала много лет, написано, 12 лет, она страдала болезнью своею. И все свое сбережение, все свое имущество она истратила на докторов, врачей, которые, как написано, ничем не смогли ей помочь. И у этой женщины осталась последняя надежда, братья и сестры, как бывает часто у нас с вами, когда мы все можем истратить, и только тогда вспоминаем о последней надежде, которой есть Господь Иисус Христос. Да, для того, чтобы быть верующим, надо веровать. А вера, она должна находиться в человеке верующим. потому что в Писании сказано, что без веры угодить Господу невозможно. И я думаю, и я знаю, что эта женщина, которая и шла к Иисусу, она верила, потому что веровать, друзья дорогие, нужно, после веры нужно действовать, нужно предпринимать какие-то усилия, какие-то действия. и написано, женщина, она протолкнулась среди этих людей и прикоснулась своей верою к Иисусу Христу. И Иисус обратил внимание и спросил, кто прикоснулся ко мне. Но Петр, он самый пылкий и самый, наверное, умный, сказал, Господи, тут столько народа, и все теснят тебя, а ты такие странные вопросы задаешь, кто к тебе прикоснулся. Но Иисус сказал, ко мне прикоснулся некто, у которого была вера, и эта вера, она прикоснулась к Иисусу. И Иисус говорит, от меня изошла сила. И тогда женщина, она говорит, Господи, это я прикоснулась, это я имела надежду только на тебя, и мое упование, и мое желание было прикоснуться к тебе, чтобы получить исцеление. Я знаю, что в тебе есть исцеление. И Иисус сказал, благословенно ты. Друзья, дорогие, если у вас есть уже последняя надежда, то обратите внимание, что к Иисусу нужно еще прикоснуться, не только веровать, но еще попробовать прикоснуться. И блажен, наверное, тот человек, который прикасается к Иисусу, который тогда он получает от Иисуса. Друзья, дорогие, пусть ваша вера, пусть ваша вера в Господа Иисуса, она еще окрепнет и окрепнет. И вот это проходит, это прошествие, и к Иисусу, вернее, к Иаиру подходят люди и говорят, дочь твоя, она уже отошла. Не утруждай учителя, у него и так много дел, посмотри, сколько, наверное, народа следует за Ним. Какое дело уже Иисусу до тебя и до твоей нужды. Но Иисус сказал, не бойся, не бойся, только веруй. Друзья, дорогие, Господь и сегодня говорит, не бойся, друг дорогой, но только веруй, потому что вера многое может в нашей жизни. Вера, она движет нас всех. Друзья, дорогие, без веры мы не можем войти в небо, которое приготовил нам Господь Иисус Христос. И финал этой истории написано, что когда они пришли в дом, где лежала эта девица, Иисус вошел, взял ее за руку, и она встала, и все то общество людей, которое находилось там, они были удивлены. Боже, какая радость, наверное, посетила их сердца, как они были благодарны Господу. Я знаю, что были, хотя, может быть, Библия не может описать все, но я понимаю тех людей, которые когда-то прикоснулись к Иисусу, и которые получили ответ от Господа, их наполняла та радость, то желание благодарить Господа. Друзья, дорогие, Господь Иисус Христос, написано в Евреям, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и Он, Господь, сегодня с нами, и Он желает благословить нас, друзья, дорогие, но для того, чтобы получить благословение, необходима вера, и вера не всего общества, а каждого лично. Как ты веруешь, так ты и получаешь, так говорят некоторые люди, и возможно они правы, друзья, дорогие, поэтому веровать нужно от сердца, нужно проходить к Иисусу, как дети малые, и тогда, наверное, получается что-то необыкновенное. Друзья, дорогие, пусть Господь сегодня откроет наши сердца для того, чтобы мы сегодня могли прославить Его и возвеличить Его. И написано верующему дам право иметь наследие, которое приготовил Господь Иисус Христос. А знаете, что Он приготовил для нас? Он приготовил нам место. Написано в Евангелии от Иоанна, я прочитаю 14 глава, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте, в доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были где и я». Слава Господу! Господь не оставил нас одиноких, но Он написано приготовил место, место с Ним, место на небе, где обитает правда, где обитает Сам Господь Иисус Христос и туда, в это небо, Он сегодня зовет нас и приглашает. Друзья дорогие, пусть Господня благодать сегодня наполняет ваше сердце, пусть ваша вера, она укрепляет вас на пути следования к Господу, и в этот час я хотел бы, что мы склонили наши сердца, наши колени пред великим Богом, и воздали славу Господу, потому что, как я уже говорил, вся слава принадлежит Ему, вся слава только Господу, Который купил нас сыною своей крови, и сегодня мы благодарны Ему, и сегодня мы поклоняемся Ему, и сегодня мы, Господь, благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам, и сегодня мы, Господи, просим, чтобы Твое благословение неба, оно низко опустилось сегодня в дом молитвы, и на каждое сердце склоняем наши колени и благодарим нашего Господа. Отец Небесный, мы, как дети Твои сегодня, склоняя наши сердца и колени, предвеличиваем имени Твоего Святого, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Небесный Отец, за великую любовь Твою, которую мы не можем понять, Господи, до конца, которую Ты излил, Господь, на нас, Духом Святым, Господь, мы сегодня благодарим Тебя, Отец Небесный, за подарок жизни, Господь, за то, что Ты любишь нас, любовью вечной, Ты написано возлюбил нас, Ты простер к нам свое благоволение, Ты собрал нас, как птица, собирает птенцов, Господи, и Твое благословение неба, оно сегодня, Господь, на месте всем, мы просим Тебя, Дух Святой, наполни наши сердца, излей Твою благодать, Господь, дай нам Твою воду жизни, Господи, чтобы наше сердце горело и прославляло имя Твое Святое, Господь, дорогой, у кого нет еще той веры, Боже, укрепи наши опустившиеся руки, Господи, и пусть Твоя благодать, она сойдет низко на всех нас, Господь, пусть наша вера укрепляется из дня в день, Господь, чтобы мы могли прикасаться к Тебе и в этом служении у тех, кто, Господи, особо ищет Тебя, кто особо жаждет Тебя, Господь, дай Твое прикосновение, Господь, дай Твою благодать, Господь, пошли Твою милость народу Твоему, Господь, пусть Твое благословение, оно придет на это служение, Господи, пусть радость наполнит наши сердца, Господь, пусть благодать и мир Твой святой Божий будет с нами, Господь, благослови нас, Господи, в этом служении благослови, Господи, из верхних и нижних источников Твоих, пошли этот дождь благословения, Господь Господи, излей Твою благодать мы просим Тебя, мы умоляем Твое святое лице, Господь благословенное имя Твое, Господи, да будешь Ты возвеличен и прославлен в этом служении через пение, Господь, через Слово Твое, Господь, коснись наших сердец и злей Твою благодать, Господь. Мы просим все во имя Господа нашего Иисуса Христа и за все благодарим Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодарим Бога за такое благословение для нас, родителей. Слава Богу нашему, Господь Бог дает дни, часы, лета нам прожить на этой земле. И сегодня утром, когда я ехал на собрание, сосед напротив нас американец моего возраста, и вот он приболел, заболел, раньше выходил, сейчас не выходил, я его сестру смотрю, вижу она едет, Анатолий хеллоу, хеллоу, я говорю, как там Ларик, он говорит, неважно он это, болеет это, уже не ходит, лежит, молитесь. Я говорю, хорошо, мы будем молиться. Также будем молиться, просить за Василия Конопадского, Бруева Владимира, Женю, который болеет также. Дорогие друзья, быть может, еще у кого есть нужды или благодарности устные, пожалуйста, вы можете сказать. А также, когда первый брат Леня говорил о том, о жажде, мне пришло такое размышление, когда жажда, например, летом, когда тепло, когда жарко, тогда жаждет, тогда мы жаждем, когда греет, когда припечет. Я так подумал, да, в жизни нашей тоже, когда нам трудно, тяжело, простите за это слово, когда припечет, тогда мы к Богу. Господи, помоги, Господи, благослови, дорогие друзья. Встанем, вознесем эту благодарность и эти нужды пред нашим Господом. Господи, Тебе слава, Тебе благодарна, что Ты Бог наш и жизнь наша продлевается на этой земле. Иисус, дорогой наш, мы благодарим также вместе с родителями за Давидика, этого сына Господи, которому исполнился годик. Они рады, они довольны, да, родители довольны своими детьми, своими внуками, которые растут, которые здоровы, благополучие, слава Тебе, благодарность Тебе. Ты наш Бог и нас хранишь, и наших детей, и наших внуков, слава Тебе. И всех нас, находящихся здесь, Господи, в доме молитвы, а кто не мог по причинам немощи, болезни, как было перечислено, эти братья, Господи, благослови их там, яви исцеляющую силу Твою, дабы Ты был прославлен в этом, ибо Ты Бог наш, Господи, мы к Тебе обращаемся, яви милость Твою, не отврати лица Твоего, Господи, но да будет Слово Твое, Святое, живо и действенно, в наших устах, в наших домах, церквях, в народе Твоем, дабы Ты в этом прославился, дабы Твоя исцеляющая сила была явлена. О, наш Господи Бог, помоги и ныне, Иисус, дорогой, наши нужды, наши проблемы, наши благодарности, я знаю, у каждого человека есть это, и Ты прими, Ты услыши, Ты благослови, Ты помоги нам во всем этом, а мы благодарим, мы славим Тебя за все, Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господь есть из силы мой путь, ведущий к светлым небесам, Он мне в сердце утешает Своим словом ободряк, освящает путь нога. Он мне в сердце утешает, Своим словом ободряк, освящает путь нога. Господь есть истинный мой путь, Господь хранитель мой ищет, во время бури и невзгод. Под тенью крыла своим хранит, не бойся, сердцу говори, за руку правую ведет. Под тенью крыла своим хранит, не бойся, сердцу говори, за руку правую ведет. Господь, хранитель мой ищет, Господь, я счастье моя, поверь, Господь моя, твердыня. А я ничтожный человек, так беден нещет, но их хранит, даты и нет, Господь, я счастье моя, поверь, Господь, спасение мое, Источник вечной жизни. Сердце веру, он теряет тайны неба, открывает он прибежище мое. В сердце веру, он теряет тайны неба, открывает он прибежище мое. Господь, спасение мое, Господь, любви и полнота, Он нас любовью возродил. Он греху освободил, кровью чистою обыл, что струей тих глазки встал. Он мне сердце утешает, своим словом ободряет, освящает путь нова. Он мне сердце утешает, своим словом ободряет, освящает путь нова. Господь, я счастье моя, поверь, Господь, я счастье моя, поверь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, что Ты есть часть моя, поверь. Аллилуйя, слава Тебе за Твою мышцу, Господь, за Твою руку помощи. Слава Тебе за Дух Святой. Аллилуйя, который сейчас говорит народу Твоему. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, за открытое небо и ангелов, которые служат прямо сейчас на этом месте. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя, что Ты сегодня даешь о себе знать, что Ты среди нас Духом Святым, Господи, наполняешь, Господи, наши сосуды, Господи, мы радуемся пред лицам Твоим, ибо Ты есть наша жизнь, Ты наше дыхание, Господь, и основание жизни нашей Ты, Господь! Аллилуйя! И мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господь! И мы, Господь, все сердца представляем пред лицам Твоим, Господь, а Ты наполни, наполни, Господь, но вверху наполни, Господь, елеем Твоим, Господи, Твоей благодатью, и о имени Твоем буду быть слава, великий Бог наш, Отец и Дух Святой! Аминь! Слава Господу, возлюбленные Господом! Царственное священство! Народ святый, взятый в удел! Аллилуйя! Вот такие мы, братья сегодня, братья и сестры, простые люди, такие же, как был и Моисей, такие же, как был и Илья, такие же, как был апостол Петр, такие же люди в теле! И с нами пребывает Дух Святой, с нами пребывает Господь, который царствует. Я не скажу, что Он царствует на земле, Он царствует во веки, и царствует во всей Вселенной, и земля в том числе, и ходящие люди на земле. Изекииль, описывая состояние Израиля на то время, понимая, как неправильно себя вели народ, священники, пророки, он говорит в 22 главе 30 стих, «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Братья мои и сестры, читая это местописание, я так думаю, «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мной в проломе за сию землю». И я так думаю, Бог ищет человека на земле, можно ли поставить стену, чтобы закрыть всю землю, загородить физическую, такую, как в Мексике стену строили, физическую, металлическую, бетонную, любую. Но здесь говорит нечто о другом. Говорит, чтобы он стал в проломе за всю эту землю. Бог ищет человека. Во всякое время, читаем Библию, во все времена, Бог искал человека, чтобы стал в проломе за народ перед лицем Божьим. Господи, а Ты разве не видишь? А Ты разве не можешь? А разве в Тебе нету силы? А разве в Тебе нету мудрости? Есть мудрость. Но написано, я искал человека, чтобы стал в проломе. В Новом Завете мы читаем, тоже мы встречаем интересное такое событие. Апостол Саввул, Павел дальше. И подходит такой момент, и он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Вот это состояние хорошее, правда? Когда раньше, чуть-чуть раньше, не знаю, может пять минут, может десять минут. Немножко раньше у него были совсем другие планы. Но когда он встречался с Иисусом Христом, когда Господь проговорил к нему, и он увидел, кто он и кто перед ним, он сказал, Господи, что повелишь мне делать? Искал я человека, и что повелишь мне делать? В исход, 3 глава, с 7 по 10 стих, я хочу прочитать. И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте, и услышал вопль его, и приставнику его, я знаю скорби его, я иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Братья мои, сестры, мне этот стишок очень много говорит. Написано, я увидел страдание народа моего, я услышал вопль его, я знаю скорби его, и говорит, и я иду избавить от руки египтян. Я так читаю это место Писания, я восхищаюсь Господи, ведь Ты же все знаешь. А вот сегодня, братья и сестры, как вы думаете, Господь знает, правда? Знает время, в котором мы живем, знает события, которые вокруг нас, знает наши стенания, знает наши вздохи, знает наши переживания, знает наши, где мы время проводим, каких мы блогеров слушаем, какую мы Библию читаем. Говорит, Бог все знает. Говорит, я увидел, говорит, я услышал, и я знаю, как здесь написано. Говорит, и вот уже вопль сынов Израилевих дошел до меня, Господи, и это Ты слышишь? Что вопль сынов Израилевих уже дошел до Тебя? Говорит, я вижу угнетение, и это Господь видит в этом народе. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Именно отношение между египтянами и израильтянами, Бог это видит, это угнетение. И я так думаю, Господи, когда читаешь такое дальше и останавливаешься, дальше не идешь, но, Мое Господи, пришло избавление для Израиля. И таким чудесным образом, что этот, который сотворил небо и землю, который создал все, сушу, вода, море, звезды, все, что на небе, все, что на земле, все знает движение мыслей человека. Он знает, с чего человек. Он знает все вот эти качества человеческие и знает отношение человека к человеку, отношение египтянина к Израилю. Он все знает. И вот я иду спасать этот народ. Братья и сестры, я не просто прочитал это местописание. Я хочу, чтобы мы это сравнили и переключились на сегодняшнее время. Для нас. Вот себя мы ставим в это место. Себя мы вот сюда приобщаем. А дальше вот десятый говорит сих. Бог говорит до этого. Я вижу и я иду. А дальше говорит Моисею. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и виведи из Египта народ мой сынов Израилевих. Братья и сестры, у меня дрожь по спине идет. Вы знаете, какую задачу Господь ставит Моисею. Он говорит, я вижу, я творец, я всемогущий, я все вижу, все знаю, все проникаю до разделения души и духа состава мозгов. И тут говорит Моисей, тебя я посылаю вивести мой народ. Как вначале я сказал в языке Илья, говорит, искал я человека, который стал бы в проломе за народ, за эту землю. В Новом Завете мы говорим, апостол Павел говорит, готов. Вот я, пошли меня. Братья и сестры, день пришествия Господа на эту землю приближается. И у него есть точная дата, точное число, день и то мгновение, в который будет взята церковь от земли. И нам, отведенное вот это время, наша задача, что-то сделать на этой земле. Искал я человека, кто бы стал в проломе. Братья и сестры, как я прочитал, Господь знает, уже так на сегодняшнее время, президента и какого поставить. Господь знает состояние церкви. Господь знает людей, которые вокруг церкви, их отношение к церкви. Господь знает наши семьи. Господь наших детей знает. Господь нас самих знает. Господь знает, как мы часто молимся, как мы Библию читаем. Бог знает все. И мало того, Он даже знает, кому Он дал Духа Святого, который был от начала при созидании всего. Этот величественный, могущий Бог, в Духе Святом, Он знает Бог, на ком Он почил. И какую роль Он должен делать в этом человеке. И что человек должен делать под помазанием Духа Святого, который, как печать, положено Богом на Него. Братья и сестры, мы иногда говорим так, мы идем на служение. Правда? Собираемся, берем детей, собираем, садим в машину, мы идем на служение. Дальше мы говорим, мы пришли в служение. Дальше мы говорим тоже иногда, мы находимся в служении. Когда мы уезжаем домой, мы были в служении. Иногда мы говорим, мы едем на собрание. Да, собрание – это собрание народа Божьего. Но часто мы говорим, что мы едем в служение. Мы пришли в служение. Мы пришли в служение или мы пришли в сидение? Мы находимся на мягком сидении? Братья и сестры, я сегодня от начала Бога служения чувствую Духа Святого в нашем собрании. И я знаю, я не знаю, как мы, но я знаю, что Он, Господь, Он нам уже служит. Он нас утешил. Он дал свое слово. Возьмите даже последнюю песню, которую мы пели. Как Бог Духом Святым полил Еле на наших сердцах. Братья и сестры, этот великий Бог, который создал все, который знает все, Он нам служит. Господь. Запечатлил нас Духом Святым. Назвал нас своими. Посудил на небесах. Братья и сестры, он ожидает, что эти искупленные, они пришли на служение Господу. Наши слова в уста не должны замыкаться. Нам нужно найти, найти здесь себя. Что мы можем сделать, чтобы послужить Ему? Мы должны себя проверить, братья и сестры. Верили мы. И не только тела наши пришли сюда на служение. И как принадлежит ли нам небо, которое манит нас вот этой мечтою. Братья и сестры, я говорю от сердца к сердцу. Я говорю это себе. Я говорю это вам. Братья и сестры, когда входим в дом Божий, ликование должно быть на наших устах. Должна песнь хвалы быть Господу. Должна быть эта жертва хвалы, братья и сестры. Вот эта коробка должна быть как улей пчел, братья и сестры. Удит все. Почему? А потому что здесь столби утверждения истины Господней. Здесь пребывает Господь. И здесь входит помазание Господне. Вот почему в этой церкви как в улей шум. Братья и сестры, Дух Святой да наполнит каждое сердце. Аллилуйя. Мы приходим, братья и сестры, на это служение, чтобы послужить Богу. А Он, Он нам всегда служит. И дома, и по дороге. Он всегда, братья и сестры, служит. И в это время назначенное, ну, выделенное для нас время церкви, мы скоро умрем. Мы все скоро умрем. Не пройдет сто лет, как на земле здесь никого не будет. Другие люди, если Бог на жизни будет. Кто-то раньше, кто-то через год, кто-то через день, кто-то сегодня. Мы все умрем. Но для нас выделено вот это дровоценное время Господом. Он нам по нас помазал Духом Святой, потому что Он в свое время искал человека, кто бы стал проломом и нашел. И излил в Дух Святой. Аллилуйя. И мы теперь имеем ответственность. И вот это время, выделенное Господом для нас, мы должны сказать, как апостол Павел. Куда? Братья и сестры, я так восстановлюсь. Мы вообще-то встретились с Иисусом Христом? Мы вообще-то встретились с Иисусом Христом, говорящим к нам? Не прохожим где-то далеко, но говорящим к нам? А если мы встретились, братья и сестры, то мы должны сказать, как апостол Павел сказал, вот я, пошли меня. И говорит, что повелишь мне делать, он сказал. И он пошел, было сказано, пойди в город и будет сказано тебе, что тебе надо, но будет делать. Но это сегодня, братья и сестры. Но время летит. Время летит. Недавно было Рождество. Недавно был Новый год. Недавно был пост, начало поста. Такие хорошие молитвы. Братья и сестры, уже конец поста. Уже прошел. И так вот это время, которое мы находимся во времени, оно проходит и подойдет к такому времени. А так наша повседневная жизнь. Встали, пришли, посидели, пошли. Встали, пришли, посидели, пошли. Приходит такое время, что прозвучат слова, которое в Откровении написано. Стоп! Времени больше нет. А теперь итог. Итог, что церковь, которая стала в проломе за эту землю, что эта церковь сделала на этой земле, вот в этом проломе. И какое ее качество было, братья и сестры. Вот это, братья и сестры, время, которое уже уходит. Событие, которое вокруг нас, оно должно нас стряпнуть. Оно должно нас отрезвить и понять намерение Господа, которое Он имеет по отношению нас. И говорит, в Иова, я хочу прочитать, в Иова, 42 глава, со 2 по 5 сишок. Знаю, что ты все можешь. Это в последней главе, 42 глава, в последней главе Иова уже прошли много событий. Что произошло с Иовом в начале, в середине, в конце? И Он на конце говорит, знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. И посмотрите, знаю, Он утвержденно говорит, знаю, что ты все можешь. И то, что ты запланировал, не может быть остановлено. Но что Он говорит? «Кто это помрачающее провидение, ничего не разумея?» Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя? Объясни мне!» «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Братья мои и сестры, Иов, который был в безопасности, который сатана предстал перед Богом и говорит, «Разве даром богобоязнен Иов? Разве даром он богобоязнен? Не ты ли его оградил? Дело рук его ты благословил? Стада его распространяется по земле. Я так представляю, каждый шаг, куда Иов делает, каждый шаг, куда Иов делает, охрана Господня увеличивается, увеличивается. Овечка куда-то пошла. Стада его распространяется по земле. И сатана говорит, не ты ли оградил его?» Что Бог сказал? Как Бог смотрел на Иова, говорит, «Вижу! Я вижу! Я знаю Иова! Я знаю его жизнь! Я знаю его движение мыслей! Ибо нет такого богобоязненного, как Иов!» Братья и сестры, это Бог говорит об Иове. И то состояние, куда Иов, знаете, вот это благословение, которое Иов имел тогда в начале, все тот, кажется, дерзал перед Богом и говорит, «Выслушай!» – говорит, взывал я. «И я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя? Объясни мне!» Говорит, «Я слышал о тебе слухом уха!» Братья и сестры, а когда Иову Бог допустил, испытал Иова, и когда проверил на прочность Иова, мы можем себя сравнить сегодня с жизнью Иова, братья и сестры? Я не думаю. Мы из сотой частицы не переживаем то, что переживал Иов потом. И когда Бог испытал Иова, Иов оказался верным Господу. И после всего, что произошло, он, можно сказать, Иов себя поставил на весы пред великим Богом, и Он тогда говорит, «Теперь же мои глаза видят тебя!» «Раньше я слышал слухом уха, что ты где-то проходишь». И написано, «Я слышал о тебе слухом уха!» Иов, ты об этом так говоришь? Ты столько пережил, и о тебе Господь говорит такие слова, что нет такого непорочного, как Иов, а ты говоришь, что ты слухом уха слышал о Господе. «Окей, Иов!» Значит, ты должен видеть Господа. Я проведу тебя тогда, и детей потеряешь, и имущество потеряешь, и ты встретишь друзей своих, которые так тебя допекут, что тебе больно будет. Я тебе проведу всё это! И в конечном итоге я покажу, кто я, Господь, на этой земле и в жизни твоей. И дальше, когда я уже всё это пережил, Он говорит, «Теперь же мои глаза не увидят и не видели, а видят тебя, братья и сестры!» «Постоянно видят, братья и сестры!» Вот это, братья и сестры, я так читаю и думаю, «Вау! Господи, какие ты могущественные!» Ученики сказали, «Вот мы оставили всё и пошли за тобою!» «Что нам будет?» Я говорю так, «Что нам будет, братья и сестры?» «Мы оставили всё и пошли за тобою!» А вообще-то всё ли мы оставили? Всё ли мы оставили и пошли за Господом? Мы даже себя принесли на служение, а мысли наши на базаре или где-то машину торгуют или какой-то там ещё где-то. И это даже может быть! А ведь, как я прочитал в начале в Израиле, что Бог видел Израиля, и Бог видел народ израильский, его стянание, его внутренность видел. Он видит сегодня каждого из нас, сидящего на этом месте. И движение наших мыслей, братья и сестры, Он знает. Может, нам нужно что-то более оставить? Может, нам нужно что-то более ради Господа? Апостоли сказали, вот мы оставили всё и последовали за тобою. Может, нам нужно оставить что-то, финансы, своё участие? А может, нам надо просто замок снять с наших уст, разомкнуть наши уста, чтобы они трепетали, лепетали перед Господом на иных языках? Мы радовались, братья и сестры. Может, нам нужно что-то сдвинуться? Может, нам нужно больше участвовать в свидетельстве, свидетельствовать? Откровение нам говорит 12 глава, 11 стих. Они победили его, дьявола, дракона. Они победили кровью Акца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Интересно, интересно, они победили. Значит, они, это не ангелы, это люди, братья и сестры, такие, как мы с вами. Точненько. Они победили, написано, кровью Акца, как мы сегодня пели о крови Иисуса Христа. Какую роль имеет кровь Иисуса Христа в нашей жизни? Братья и сестры, и написано, и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Я бы сказал, братья и сестры, в последнее время нам нужно свидетельство, больше свидетельства. Мы должны свидетельствовать. Неужели нам Бог ничего не сделал? Мы всю жизнь верующие. Неужели нам Бог ничего не сделал? Нам, мы должны больше свидетельствовать. Мы должны говорить о Господе. Даже вот вкратце маленький пример, братья и сестры. Я не то, что себя, нет. Я благодарю Господа, что Он использовал там, где хотел использовать. По приезду в Америку я мало знал английский. Я вообще не знал. Но немножко классы там какие-то научился. Пошел в колледж. И там надо было написать свободную тему, написать какой-то рассказ. Я думаю, ну что я напишу? Я написал вкратце, как меня Бог исцелил. Вижу на другой день, приходит учительница с красными глазами утром. Приходит ко мне, говорит, это ты, это правда? Я говорю, да. Знаете, ее дрожали руки и ноги, знаете, такое, как-то так. Потом поговорили с ней. Она потом была и в доме у меня. И знаете, завязалась такая дружба. Она меня потом сводит, она организовывает эти канцлери в колледжи, в Американ Ривер колледжи. Канцлери. Перед которыми я говорил вот этими ломаным, ломаным, еле понятным английским языком. Вот это я говорил. Братья и сестры, мы там молились. Но я знаю, что это не я говорил, это Дух Святой. Я свидетельствовал, что Бог делал в моей жизни. Я не говорил, меби сиро и сиро, а может и черное, меби сиро и сиро, а может и белое. Нет. Я говорю, черное, белое, грех, святость. Все. Вот так, потому что я не знал таких липовых слов, которые, знаете, можно как-то свернуть. Но я не знал, как Бог поведет. И с этого, вот с этих канцлеров, одна женщина, она, ее муж, начальник СМАД в Даунтауне. Большое, это большое-большое здание СМАД, центральный СМАД. Он там начальником. Она ему что-то рассказала, и они мне устрояют на СМАД свидетельство, чтобы я говорил свидетельство в СМАДе. Так я английского не знаю. Беру я переводчика Илюша Деребенский. Пошли мы туда, знаете, нам дали 30 минут, только время перерыва. Дали 30 минут. Ну, начали говорить с переводчиком. Они говорят, если можешь попроще, но говори без переводчика. Братья и сестры, на меня все поехало, на меня. Я же английского не знаю. Я это говорю, братья и сестры, вам, которые вы говорите, что не знаете английского. Мне тоже. Не знаю английского. Я начал говорить простыми словами, что Бог, знаю, что Бог давал мне провещевать. Только так. Проходит полчаса, проходит 40 минут, братья и сестры. Уже я опять закончился. Проходит час, братья и сестры. Но получилось так, что в том зале, это был такой зал, ну, немножко больше, как здесь. И людей, наверное, в два раза больше, как здесь. Вот. Это все люди. Вот. Всем было объявлено, чтобы они посетили вот этот зал. И, братья и сестры, ну, в этом зале, когда я уже признал до молитвы, кто как может. Кто как может перед живым Богом, который вот меня слепил, меня сделал. Вот я свидетельствую. Братья и сестры, я увидел, что в этом зале человек может 30 верующих людей. Как подняли руки. Как пошли эти люди, братья и сестры. Как была молитва. Было 3 часа и 40 минут. Вот это время в этом зале, братья и сестры. И никто на работу не спешит, братья и сестры. Я пережил на себе какое сильное слово, свидетельство нашего Господа в Иисусе Христе. И мы победили, братья и сестры. Чем мы победили? Мы победили кровью Отца, которая на нас. Она омыла нас и дала силу открыть наши уста свидетельствовать и быть живым свидетелем. Аллилуйя, братья и сестры. Это каждый из нас может делать на том месте, где Бог вас поставил. Кто-то есть в вашем окружении. Кому необходимо вот эта валерьянка. Потому что сердце встает. Вот это пилюляк. Потому что умирает человек. Вот это вот нужно пехом дать. Потому что будет коллапс. Все. Что-то надо делать, братья и сестры. Когда мы это почувствуем. Когда мы это поймем. И когда мы скажем, как сказал этот апостол. Апостол говорит, что повелишь мне делать. Тогда, братья и сестры. Мы много поймем, как написано в Иоанна 15, 16 стих. Не вы меня избрали. А я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли. И приносили плод. И чтобы плод ваш прибивал. Да бы чего не попросите. От Отца во имя Мое дал вам. Аллилуйя. Братья и сестры. А мы все просим. А мы все просим. А мы хотим. А мы жаждем. А мы просим. А мы просим. Получаем и не получаем. А тут надо читать немножко раньше. Первое, что не мы, не вы меня избрали. А я вас избрал, говорит Господь. И поставил вас, чтобы вы ищли. Вот это уже наши. Чтобы мы шли и приносили плод. Не просто корзинку пришли и поставили. Вот на тебе, Господи. Нет. Чтобы и не цветочки, а плод. Который не сразу, знаете, за одну секунду. Сразу плод появился. Нет. Цветение цветет, цветет. Потом завязывается, завязывается. Все наше служение, наше познание. Завязывается потом плод. И вот этот плод, который может через три месяца появится. Через четыре, через семь. Братья и сестры. Но вот это даже, чтобы плод ваш прибывал. И когда вот этот плод прибывает. То тогда чего не пожелаете, меня просите. И будет вам, братья и сестры. Вот тогда открывается небо. Вот тогда исходит благодать Божия. Вот тогда наполняется сила Божия. И нам туда хочется смеяться. Нам тогда хочется плакать. Нам хочется тогда петь. И мы тогда, наши уста тогда открыты перед лицем Божиим. И если мы это поймем, это будет наше. Благодать Божия наша. Исцеление будет наше. Вот это сила могущества Божия будет наше. Божия. Римлян нам говорит. Притом знаем. Восьмая глава. С двадцать восьмого стишка ниже. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Аминь. Читаем, братья и сестры, вместе. Притом знаем. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Все. Все. Содействует ко благу, братья и сестры. Все. Когда болею, содействует ко благу. Когда не болею, ко благу. Когда богатый был, ко благу. Когда нищий, ко благу. Когда пандемия, ко благу. Когда опознал куда-то, ко благу. Все, братья и сестры. призванным Богом. Все нам, мы призваны Богом. Все содействует ко благу, братья и сестры. И дальше написано, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы он был переворотным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого он призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, братья и сестры, тех и прославил, братья и сестры. Кого оправдал, братья и сестры, тех и прославил. И мы принадлежим великой славе Божьей. Мы подходим к тому моменту, что Господь прославит Свою Церковь здесь на земле великим образом. И Он прославит Церковь Свою на небеса, братья и сестры. Мы подходим к великой славе, как один человек сказал, что плух блестит до тех пор, пока он в работе, когда он пашет. Но лучше умереть от работы, чем соржаветь от безделия, братья и сестры. Это хорошо было сказано. Это для нас, братья и сестры. Пусть Бог нам поможет, братья и сестры, что мы поняли, и сказали, Господи, что же мне делать сегодня? И сегодня звучит, кого мне послать? А Бог сказал, я послал церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Аллилуйя! Это мне и тебе. Я послал церковь мою, и врата ада не одолеет. Он достойный славы. Можем ему прославить? Можем, братья и сестры? Давайте встанем и помолимся ему. Аллилуйя! О, великий Дух Святой! Аллилуйя! О, славный, могущественный Бог! Слава тебе! Ты тот, который восседаешь над кругом земли. Ты тот, который наделяешь каждому из нас Твоей благодатью. Аллилуйя! Дух Святой! Благодарим тебя! Величаем тебя, Господь, ибо ты сильный в брани. Ты величественный, Господь! Аллилуйя! Я знаю, Господи, что ты на этом месте. Я знаю, Господи, что ты проникаешь до разделения души и духа с уставами мозгов, Господь. И я знаю, Господи, что ты сейчас принимаешь покаяние, я знаю, Господи, что ты сейчас принимаешь обеты, которые мы складываем про лицам Твоим, как служить пред Тобою, Господи! Аллилуйя! Я знаю, Господи, что это обеты, Господь. Ты будешь, Господи, наблюдать за нашими словами, и Твоя благодать и милость будет пребывать с нами, Господь! Аллилуйя! Слава тебе! А воочем, и благодари тебя, Господь, что ты есть наполняющий, ты наполняющий сосуды наши, ты наполняющий, Господи, нас доверху, елеем благодати Твоей, Господь! И радуется сердце наше, торжествует душа наша, Господь! Ибо мы Тебя познали, начальника, совершителя нашей веры. Слава тебе, Господь! Да святится имя Твое! Да прославишься ты, великий Бог! Аллилуйя! Я только дару Тебя, что я в числе церкви, Господь, которую ты посылаешь на этой земле, Господь! И ты сказал, что врата ад не одолеет ее, Господь! И ты наделяешь властью Твоей, Господь, наступать на всякую вражью силу, Господи! Я знаю, что ты все знаешь, Господь! И ты ищешь человека, который исполнит Твое намерение, Господь! А Твое намерение должно быть исполнено на этой земле! И поэтому, Господи, используй нас для Твоей славы! Тебе добыть славу великий наш Бог! Отец и Дух Святой! Аминь! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое! Да приди в Царствие Твое! Воля Твоя на земле, как и на небе! Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. Братья и сестры, присядьте на минуточку, несколько важных объявлений. Татьяна, также я прошу тебя, чтобы ты приготовилась. первое объявление, что у нас начинается сегодня в 6 часов вечера подготовка к водному крещению. Пожалуйста, придите на 6 часов или свяжитесь с Лавиком Поломарчук, чтобы вы могли стать участниками подготовки. Второе объявление, что подростковое служение начинает снова после поста свое служение во вторник в 7 часов. Также для всех родителей и подростков, дорогие родители, примите это объявление очень серьезным, или дедушке и бабушке передайте вашим детям, что 21-го в 6 часов вечера в здании воскресной школы будет такая встреча с родителями. Также мы объявляем, что 28-го числа в 6 часов вечера у нас будет годовое отчетное членское собрание. Вот это объявление сейчас также еще Татьяна скажет для вас важное важное объявление. Дорогая церковь, у нас уже долгое время в церкви идет служение малютка. Это служение беременным женщинам, которые ожидают ребенка. Дело в том, что так как церковь растет, у нас три потока, мы порою не можем отследить всех людей, заметить, пригласить. И, ну, как бы Бог так повел и благословил нас, что это служение, оно приобрело новый поворот. значит, и сейчас называется маленькое благословение, служение от мамы к маме. Значит, наша цель просто захватить каждую женщину, чтобы мы были в коннекте, чтобы мы были вместе, служили друг другу. И поэтому мы очень просим, чтобы мамы, если вы ожидаете ребенка, чтобы вы сами регистрировались уже. Это можно делать на веб-сайт и на нашем церковном апе. А также можно звонить сестре Ирине Тарасюк. Она говорит и по-русски, и по-английски. Так что все услышали слово брата Николая, ходите в служении, бодрствуйте, давайте быть в коннекте. Мамы, бабушки, кто услышал это, передавайте своим дочерям, невесткам. Будьте благословенны. Спасибо, спасибо. А теперь поднимемся и молитвой благодати завершим наше служение. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны.